Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ну что, друзья мои, очередная посылочка из Германии для Украины. Если кто-то думал, что в Европе кто-то от кого-то устал, кто-то кому-то не хочет помогать, и кто-то хочет снова дружить с фашистами, нет, забудьте. Никакая Германия, ни с какой Россией больше дружить не будет вообще никогда. По крайней мере, пока Россия, вот в том виде, в котором она сейчас существует, Германия друг Украины и помогает Украине. И вот только что, может быть сейчас происходит это пополнение, так сказать, наших вооруженных сил. Может быть оно уже произошло, что скорее всего. Может произойдет через два с половиной дня, а кто его знает. Так вот, новенькие, новенькие новости для сбройных сил Украины. Самое главное, семь гепардов, семь зенитных танков гепард, которые отлично себя зарекомендовали в борьбе с воздушными целями фашистов. То есть у нас их там уже глубоко за 30, по-моему было 30 штук, теперь уже, наверное, 37, что-то такое. То есть, кстати, они прекрасно сработают также в Бундесфере, так что это современная техника, которая востребована. Дальше, 100 тысяч аптечек. Вот это надо, это спасает жизнь. Тем паче немецкие аптечки, все мы понимаем, какое там качество, как они сделаны. Нашим бойцам на фронте это то, что вот сейчас нужно. В первую очередь. Это, наверное, как бронежилет должно быть у каждого солдата без разговоров. Дальше, три бронированных мостоукладчика Бобер. Это или Бивер. Вопросов нет, мы собираемся форсировать реки, мы собираемся налаживать связь. У нас много подорванных мостов, работы для этих мостоукладчиков в море. Напомню, до этого немцы уже нам предоставили несколько штук, уже не помню сколько, но их приличное количество у нас. Дальше, 8 надводных беспилотников. Вот это интересно. Напомню, что именно такими беспилотниками мы у Кондропупели адмирала Макарова, там еще одного. По-моему, три корабля за один день мы у них там, скажем так, привели в негодность. Вот такими вот беспилотничками. Так что у нас еще 8 штук есть. Напомню, и Литва нам еще 3 штучки купила. Так что есть чем встретить фашистский флот. Дальше, 12 машин для пограничников. Не указывается каких. 4 тысячи спальных мешков. Ну тут во время войны, зимой тяжело переоценить такую вещь. 30 машин скорой помощи. То же самое. Это тяжело, это нужно сейчас. И запчасти к вертолетам Ми-24, которые у нас, это наш основной боевой вертолет. В настоящее время требуют запчастей. Вот немцы нам поставили со складов. Так что, вот вам еще один пример того, что Германия помогает, что Германия не забывает. И смотрите, посылочки вот такие вот от них приходят очень регулярно. И будут приходить и в дальнейшем. Так что смею вас заверить, что Германия будет с нами до тех пор, пока мы не укандропубим последнего расиста на нашей территории. Слава Украине! Героям слава!